В который раз, здравствуйте, любезные, на официальном канале PianoBuy время чистосердечных признаний. Хотя, скорее, это будет не чистосердечное признание, а обстоятельное разъяснение. Все для пользы делом, все для вас. Угу, вы в курсе. Итак, обратная связь от нашего доблестного отдела продаж. Один из самых частых вопросов, которые вы задаете относительно цифровых фортепиано. А в этом инструменте тяжелая клавиатура, или полновзвешенная, или с молоточковой механикой, а чаще всего даже так. Этот инструмент подходит для обучения. И сразу приятный ответ. Да, но. Так оно по жизни происходит. Где четкое да, там всегда есть какая-то звездочка, какое-то но. Диалектика, однако. И все-таки решительно да. Все цифровые пианино из ассортимента PianoBuy подходят для обучения. Вопрос, какого порядка это обучение? Сейчас мы с вами совместим совсем чуть-чуть теории с обширной практикой. И в результате получим то самое обстоятельное разъяснение. О чем говорит описание до любого цифрового фортепиано, чего уж там. Об имитации молоточковой механики. Чтобы сложный механизм акустического инструмента сработал, чтобы нота зазвучала, требуется некоторое усилие. Вот поэтому такие клавиатуры называют взвешенными. Вот почему необходима определенная постановка руки при игре. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Однако имитация может быть совершенной или не очень. Может быть точнейшая копия, а может быть, ну да, что-то такое похожее. Понимаете, о чем я? Так вот, клавиатуру любого цифрового пианино как-то нагружают, придают эту самую тяжесть. Но нередко нагрузка там заметно ниже, чем у акустики. Это даже становится мировым трендом. Но производители, в том числе ведущие, делают новые инструменты с более легкими клавиатурами. Причины на поверхности. Людям легче играть и учиться на таких вот клавах. Да-да, лень, матушка рулит, ай-яй-яй. Для облегченных инструментов можно использовать детали попроще. И выходит дешевле. И вот тут мы возвращаемся к вопросу обучения. Объясню самыми простыми словами. Для взрослого, который восстанавливает, либо приобретает свой фортепианный навык самостоятельно или с преподавателем, или для простого любительского музицирования никаких ограничений нет. Выбирайте инструмент, следуя своим вкусам и ощущениям. Степень взвешенности клавиатуры для вас не является критическим фактором. Для ребенка в музыкальной школе сказанное только что справедливо, но с оговоркой. Дело в чем. Дома юное дарование будет заниматься на не очень тяжелой, скажем так, цифровой клавиатуре. А в школе, в классе, ребенка ждет акустическое пианино. А в актовом зале школы даже рояль. Такие прыжки и разница в звукоизвлечении наверняка оставят учителя недовольным и могут вообще отбить у ребенка мотивацию продолжать занятия. Так что для своего чада выбирайте цифровое пианино с клавиатурой поближе к молоточковой механике. И не стесняйтесь обращаться к нам за советом и помощью. Наконец, если вами движут амбиции и вы всерьез метите на самый верх, где Денис Мацуев, Святослав Рихтер, Ван Клибер или Ланг Ланг, тогда для вас все становится еще проще. Вы точно знаете не только про нужные усилия на клавиатуре, но и про звучание фортепианного тембра, подходящее именно вам. И про демпфирование клавиш, и про их скользкость, точнее не скользкость. Да вообще про все. А если не вы, тогда ваш наставник. Нужно ли говорить, что мы в пиано-бай с единой радостью привечаем как любителей, так и профи фортепианного искусства? И, кстати, не только фортепианного. А теперь музыкальная пауза. Вы обратили внимание, куда я смотрел весь этот музыкальный отрывок? Желаю, чтобы каждый из вас сумел вот так же в этом же выпуске еще про клавиатуры. Тоже разъясняем, но скорее познавательно, где-то даже развлекательно. Зритель задал вопрос, а существуют ли цифровые инструменты с клавиатурами стандарта DS-5-5 или DS-5-1? Что это такое? Мне самому сначала пришлось пошерстить интернет. Теперь с удовольствием делюсь с вами найденными. Мы только что говорили о разнице, так сказать, в силе тяжести цифровых клавиатур. Здесь тоже речь про разницу, только уже в самих размерах пианистам с маленькими руками нелегко играть на клавиатурах стандартного размера. Это факт, но до недавнего времени проблема не то что не поднималась, она даже не озвучивалась. Само собой разумеющееся. И только в 98-м начали масштабное исследование на клавишах каких именно размеров легче всего играть людям разной комплекции. Задачу поставили, естественно, в Штатах. Ну, где еще, раз они так заботятся о своих меньшинствах. Намерили следующее. Стандартная октава это 6,5 дюймов или 16,5 сантиметров. Соответственно, обозначение DS-6-5. Слегка уменьшенную модель назвали универсальной клавиатурой. Там 6 дюймов ровно или 15,2 сантиметра на октаву. Стандарт DS-6-0. Продолжили умершать, и вот образец 7,8, 5,5 дюймов или 14 сантиметров. Стандарт DS-5,5. Один из тех, про которые спрашивал наш зритель. Еще меньше клавиатуры для детей. Благодарю. Причем, обратите внимание, это не крохотные клавишки детских синтезаторов. Это все те же 88 клавиш. То есть, стандартная, но только уменьшенная фортепианная клавиатура. Итак, детские стандарты. От DS-5-1, где октава меньше 13 сантиметров, до HDS-4-0. Чуть более 10 сантиметров на октаву. Это 5,8 от размера стандартной клавиатуры. Я готов поспорить. Вы наверняка знаете. Существуют, например, скрипки. Спасибо еще раз. Различных размеров. Вот это полное 4 четверти для взрослых музыкантов. На самом деле, такая легенькая и небольшая. Хорошо. 4 четверти полные, а дальше идут размеры для подрастающего поколения. 3 четверти, потом 2 половинка, и совсем уже махонькая четвертушка для самых юных дарований. Игра с названными выше размерами фортепиано это попытка как бы создать фортепиано на вырост. Сама идея, ну, в общем, хорошая. А вот про применение ее об этом ниже. Пока же ответ на поставленный вопрос. Кто-нибудь уже выпускает электронные инструменты со стандартами DS-5-5 или ниже? Компания Кадук из польского Кракова во второй половине 2020 года объявила о начале предпродаж фортепианового контроллера Респонс с клавиатурой под заказ, вплоть до стандарта DS-5-1. Ценник 2,5 тысячи евро. Поэтому неудивительно, что о судьбе Респонса нет Респонса. То есть дальнейшей информации. А в 2022 на крупнейшей выставке Нам показали контроллер НК-55. Про размер уже понятно из названия, не так ли? Выпускает его малыми партиями производственный отдел все той же американской корпорации, которая и затеяла всю движуху со стандартами DS. То есть спрос на сжатые клавиатуры откровенно слабоват. И по-моему это правильно. Хотя бы потому, что на своем собственном уменьшенном инструменте заниматься дома, где угодно, удобно. Но концерты придется играть на стандартном. И пальчики что? Не дотягиваются. Особенно же неверно, на мой взгляд, учить на маленьких клавишах детей. Потому что опытный взрослый, он свой навык сможет подстроить, изменить. А юному дарованию в разы труднее. Но лично я клавиатуру уменьшенного стандарта с удовольствием бы попробовал. Чисто из любопытства. Ну и конечно, чтобы потом поделиться своими ощущениями с вами. А вы не забывайте делиться с нами своими лайками и чем там еще положено. И традиционно. Будьте здоровы и успешны! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok